Первый круг Глобал провел практически идеально. В 11 матчах 9 побед, выливая ничья в игре с прямым конкурентом Алахитом и лишь одно поражение в Вантеевском дерби с Олимпиком. Новая деревня из 10 матчей выиграла 8 при двух поражениях и одной перенесенной игре, результат которой пока что неизвестен. Во второй части сезона команды одержали по две победы и снова попали друг на друга. Ранее Глобал уже обыгрывал банкиров в третьем туре со счетом 4-1, и новая деревня жаждала реванша. Хаджабекмин в них вывел новую деревню вперед уже на шестой минуте матча. Забитый гол придал банкирам ускорение. Они организовали еще несколько неплохих атак, но удары не достигали цели. Зато Глобал оказался удачливее и смог отыграться в не самой очевидной ситуации. На проникающий пас откликнулся Кирилл Силаев, ушел на фланг и рикошетом от вратаря перевел мяч в ворота. С этого момента глобалисты стали атаковать опаснее. Первый удар Мамонова парировал в вратарь деревни Павел Киселев. В следующем эпизоде спасла Перекладина. Расстрел Киселеву продолжался до самого перерыва. Под занавес тайма отпечаток на кракасе ворот оставил капитан Глобала Денис Михеев. Во второй 25-ти минутке хозяева поля продолжали давить на соперника. В новой деревне мило шанс отыграться, но пушечный выстрел Мингниева отразил Геннадий Галактионов. Вскоре глобалисты получили право на штрафной удар, и Силаев оформил дубль. Глобал душил соперника высоким прессингом, заставляя ошибаться. В атакующей третье поле футболисты в черных цветах настойчиво практиковали короткую перепасовку, пытаясь раскатать защиту деревенских и выдать пас на пустые ворота. Для шаткого преимущества в один мяч это рискованный стиль игры, на котором глобалисты едва не прогорели, но Галактионов совершил очередной галактический сейф. В следующий момент удар Юрия Козлова пришелся в штангу, и у банкиров опустились руки. В концовке Антон Мамонов выманил на себя защитника и вратаря соперника, и покатил мяч на Лежнева. 11-й номер глобала поставил точку в этом матче. Перед сиреной вратарь глобалистов в очередной раз спас свои ворота, сохранив победный счет 3-1 в пользу ивантиевской команды. Матч принципиальный, тяжелая игра, тяжелая, качественная, много фолов. Хорошо, что выиграли. Команда идет на первом месте, идем к своей цели. Я думаю, сегодня все получилось тактически, переиграли по дню. В этот момент как раз и проявляется характер у команды. Мы сыграли хорошо, сумели сломить все-таки и противника, и себя. В принципе, игра, может быть, даже была и равная, но мы все-таки назабивали и заслужили победу. Может быть, у команды все общие цели нет, но каждый хотел бы взять как минимум какие-то медали. Ну, золото, конечно, приоритет. Битва тура оправдала свою вывеску. Матч держал зрителей в напряжении до самых последних минут. Глобал оказался чуть удачливее в завершающей стадии. Хотя не стоит забывать о двух перекладинах, где фарта как раз-таки не хватило. Банкиры тоже отметились попаданием в штангу. Еще как минимум два потенциально голевых удара на ленточке ворот отразил Галактионов. В следующем туре глобалистов ждет очередное Ивантиевское дерби. Новая деревня примет команду из Зверосовхоза. В остальных матчах Мамонтовки будет противостоять Союз, Малахит сыграет с Юнионом, Сталь с Золотой Рыбкой, а Звезда отправится в гости к Мансоре. Заполняйте трибуны и поддерживайте своих. Увидимся и услышимся на футболе. Павел Розин специально для телеканала Твой и Футбольного Союза Пушкинского района.